Лимон. Самый известный и популярный цитрус. Его используют в кулинарии и добавляют в чай. Но не все догадываются, какой пользой обладает цитрус для организма. Лимон активно применяют в народной медицине для лечения и профилактики ряда заболеваний. В чем польза лимона? Цитрус в своем составе имеет множество витаминов и минералов, способствующих укреплению иммунитета. Благодаря содержанию комплекса необходимых для организма витаминов. Профилактика атеросклероза сосудов. Вещества, входящие в состав, расщепляют холестерин и предотвращают образование холестериновых бляшек. Нормализация веса. Цитрус рекомендован людям, страдающим ожирением. Снижению показателей артериального давления. Снятию воспаления. В лимоне присутствуют вещества, угнетающие воспалительный процесс. Профилактика анемии. Заболевание развивается при недостатке железа в крови, которого в лимоне содержится большое количество, предотвращению формирования камней в почках. Улучшению процесса пищеварения. Фрукт содержит достаточно клетчатки, что положительно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта. Снятию и профилактике стресса. Аромат цитруса обладает успокаивающим и расслабляющим действием. Снижению риска развития онкологии. Поддержание работы сердечно-сосудистой системы. Сок лимона способствует нормализации сердечного ритма. Нормализация водно-солевого баланса. Улучшению общего состояния волос, кожи и ногтей. Это происходит за счет наличия в составе витаминов А, С, В, аминокислот и клетчатки. Польза лимона заключается в его составе. Цитрус содержит огромное количество витаминов С и группы В, регулирующих работу практически всех систем и органов. Специалисты установили, что регулярное употребление фрукта даже в небольших количествах значительно снижает риск развития злокачественных образований за счет присутствия в составе аминокислот и других веществ. Лимон нашел широкое применение в народной медицине. С его помощью удается справиться с симптомами следующих заболеваний. Ангина, грипп, ОРВИ, панкреатит, запоры, подагра, геморрой, холецистит, паразитные инвазии. Лимон используется в качестве профилактики простудных заболеваний. Кроме этого, цитрус применяется и в косметологии. Сок фрукта добавляют в различные отбеливающие маски для волос и составы для укрепления ногтей. Возможный вред. Несмотря на то, что лимон – полезный цитрус, употреблять его в больших количествах не рекомендуется. Все дело в том, что в его составе присутствуют аминокислоты, разрушающие зубную эмаль. Это приводит к развитию кариеса и других заболеваний полости рта. Также не стоит его употреблять в период обострения хронических заболеваний пищеварительной системы. В цитрусе содержатся вещества, способные усугубить течение болезни и стать причиной возникновения серьезных осложнений. Противопоказания. Лимон противопоказан в следующих случаях. Аллергия на цитрусы. Употребление лимона при наличии аллергической реакции становятся причиной развития таких состояний, как чихание, повышенное слезоотделение, сыпь. В тяжелых случаях развиваются анафилактический шок и отек к винке. В результате потребуется срочная медицинская помощь. Заболевания зубов. Лимон негативно воздействует на эмаль, разрушает ее, что усугубляет течение болезни. Заболевания пищеварительного тракта. К ним относятся гастриты, колиты, язвы, особенно в острой форме. Детский возраст до года. У малышей может возникнуть аллергическая реакция, симптомы которой развиваются стремительно. Употреблять лимон можно при беременности, но с особой осторожностью. Лимон. Полезный и вкусный цитрус, который позволяет придать блюдам особую изюминку. Он содержит огромное количество витаминов и минералов, оказывающих положительное воздействие на организм. Именно поэтому его широко применяют в кулинарии, народной медицине и косметологии. Но важно помнить, что кушать фрукт следует только в умеренных количествах. Чрезмерное употребление приводит к серьезным последствиям. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, если вам понравилось, пишите, если что-то не понравилось. Будьте здоровы и не болейте!